СПОРТ НА ДОНУ И в первой половине чемпионата с прекрасными гостями, которые этот год начали в первый раз в форме баскетбольного клуба «Раскол» в Дон-Юфу. Итак, Екатерина Мащенкова, нападающий баскетбольного клуба, и Дарья Просолупова, разыгрывающий защитник баскетбольного клуба «Раскол» в Дон-Юфу. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо огромное, что пришли к нам. Итак, девчонки, вы, можно сказать, новички, да? Хотя уже достаточно игр провели, но новички этого сезона. Расскажите свои истории. Как так получилось, что захотели переехать в Ростов-на-Дону? Ну, давай. Ну, случилось так, что играла, жила дома в Воронеже. Вот, но по причинам бюджетной, наверное, все-таки в Воронеже команда не стала. Поэтому я выбрала лучший вариант, который был для меня и по территориальным вариантам, и вообще. То есть команда Ростов – это то, что нужно. Кать, но в Воронеже вообще не стала командой, да? На сезон же она, по-моему, заявляла. Насколько я знаю, что команды в Воронеже больше нет, и что там вообще происходит, я, если честно, не в курсе. А девчонки-напарницы по команде разъехались по суперлиге? Большинство – да. И, ну, там остались девочки, кто студентки, и они играют по студенческим лигам за свои вузы. Но ты пришла в конце октября, сезон уже стартовал, да? То есть до этого все-таки команда тренировалась в Воронежских именно? Работали вместе? Да, мы прошли сборы, мы оттренировались, прошли физическую подготовку, тактика тоже была. То есть, в принципе, я приехала в полной боевой готовности. При любом раскладе я была готова к сезону, и где бы я его ни начинала, то есть что физически, что морально, я подготовилась. Отлично. И мы видим замечательные плоды. Даша, ты у нас, можно сказать, москвичка? Нет. Ну, приехала из Москвы? Ну, да. И всю карьеру провела там? В большей степени, да. Но нет, не из Москвы, а где родилась? Расскажи поподробнее, и как очутилась в Ростове-на-Дону? Я родилась в городе Добрянг. Это Пермский край. Мы переехали в Пельмь, сейчас живем в Перми с родителями, но я, получается, уехала от них и закончила школу уже в Москве, и там и играла, и закончила спортивную школу, и в итоге оказалась здесь. В Москве провела достаточно много времени. После Москвы как так получилось, что в итоге оказалась в Ростове-на-Дону? Не знаю, у меня уже такое ощущение, что я отсюда не уезжала. Я уже так давно, с лета, получается, с прошлого уже скоро год. Так что уже как дома. У нас у болельщиков тоже, конечно же, как родная стала, но этот вариант, если можно поподробнее, или там все покрыто мраком, почему не захотела продолжать работу в МБА? Тем более там есть команда, которая играет лигой выше. Ну, это все хорошо, но просто захотелось, наверное, поменять обстановку, уехать куда-то или что-то попробовать новое. Ростов предложили, конечно же, я с радостью поехала. После Москвы как в целом город ощущается? И после Вороника тоже. Нормально. Все равно здесь тоже очень красиво. Понятное дело, что Москва, наверное, самый красивый город в России, но в Ростов он даже не уступает. Тут и фонарей много, и гирлянды твоей любимой. На какой улице? На Большой Садовой. На Большой Садовой? А на Соборном не фотографировались? Нет. Симашка? Это она и есть, наверное, нет? Просто, к сожалению, пока что не случилось. Напротив парка Горького? Мы только один раз выходили, когда у нас была культурная программа, мы ходили в театр, и вот незадолго до Нового года мы там нафотографировались. К сожалению, я не помню, что это за улица, но там очень красиво. Не в Воронеже, но в Воронеже такого точно нет. То есть так не украшает под Новый год город. А в Курске или Новосибирске? В Курске, ну Курск, наверное, тоже так не украшает. О том, что там, в принципе, город сам по себе небольшой, и там, не знаю, нет, так точно тоже не украшает. Да красивый Ростов, красивый. Ну, фонари горят хотя бы. Фонари горят. А тут еще и красивая архитектура, тут очень красивые дома. Вот, немножечко напоминает что-то, наверное, из-за результата Питера, то есть вот запоминающее, если прямо в глаза бросается. То есть, если Воронеже больше, ну, упор уже более на современное строение, несмотря на то, что там центр города, вот, то в Ростове это стараются, я так понимаю, сохранить. И это, на самом деле, очень круто. Отлично. Мы рады, что вы так много всего замечаете, хотя редко это удается делать. Мой коллега Роман Саганов отдыхал на протяжении всех праздников и затем достаточно долгое время, но уже успел потрудиться и подготовил для вас краткий отчет о последних событиях из мира донского спорта. Роман, слово тебе. Спасибо, Лева. Спасибо, очаровательные барышни. С удовольствием принимаю у вас эстафету. Мемориал Владимира Дворковича завершен. На этапе Кубка России 2017 в Таганроге свыше 70 шахматистов со всей страны соревновались в течение 9 дней. Уже пятый год в рамках турнира в Таганроге проводится этап Кубка России по классическим шахматам среди мужчин. Правда, наравне с сильнейшей частью шахматного мира в соревнованиях могут участвовать, а также судить их и прекрасные представительницы древнейшей игры. У нас здесь много молодежи, которая наступает на пятки нашим гроссмейстерам. Они сражаются. Каждый день у нас упорная борьба. И уже чувствуют гроссмейстеры, что новая смена им подходит. Им приходится много трудиться для того, чтобы подготовиться к молодым ребятам. До шестого игрового дня включительно среди данских шахматистов лидировал Василий Папин. Несмотря на то, что 28 лет назад будущий гроссмейстер родился в главном городе России, в 14 переехал в столицу по количеству олимпийских чемпионов – шахты. Ну, в принципе, все партии у меня получились достаточно тяжелыми. Где-то по 3-3,5 часа уходит на каждую партию. Поэтому пока в борьбе, пока в процессе, но еще три тура впереди, и как бы игра покажется. В седьмом туре наш земляк встретился с будущим победителем – 16-летним представителем Симферополя Александром Трепишко. И белыми довольствовался ничейным результатом. Ну, как сказать, поднялся с низов, как говорится, дошел до сильного соперника. Вот сегодня играю с довольно именитым противником Андреем Месипенко, который показывает довольно серьезные результаты в последнее время. Уже почти гроссмейстер. Вот сейчас все будет решаться в дальнейшем турнире. Если выиграю, пойду наверх, будут шансы занять какие-то там призовые места. Проиграю, будет уже трудно попасть, наверное, занять хорошее место. Ростовчанину Вадиму Гунченко его любимый первый ход белыми на Д4 в итоге результата не принес. Кандидат в мастера проиграл своему земляку, более титулованному шахматисту, мастеру Фиде Андрею Ясипенко. А прогресс Гунченко, несмотря на локальное поражение, очевиден. После стартовой 38-й позиции донской шахматист в итоге забрался на 24-е место с пятью очками в активе. Кстати, в восьмом туре Вадим разошелся миром с самым опытным гроссмейстером соревнований – Евгением Васюковым. 83-летний Евгений Андреевич звание гроссмейстера завоевал уже в 61-м году. Но на турнир «Мемориал Владимира Дворковича» приехал впервые, как и в первый раз в Таганрог. Я ездил на экскурсию и был просто, так сказать, поражен многими вещами, которые я раньше не подозревал. И в частности, так сказать, той большой роли в городе, которую сыграл, так сказать, Чехов. Честно сказать, я просто не кидал. Я приехал в полном восторге. Была прогулка около четырех часов. И позвонил жене и сказал, приезжай, ты получишь огромное удовольствие. И она взяла за свой счет несколько дней, она работает. И приехала, и тоже, так сказать, полный рот впечатлений. Так что помимо турнирных спортивных эмоций, у шахматистов останутся и приятные впечатления о городе. А лучший из донских спортсменов Александр Чернявский шестью очками поделил с другими спортсменами пятое место. Гонбольный Ростов-Дон обыграл немецкий Беттикхайм в Кубке ЕГФ. В гостевом поединке третьего тура наши девушки довольно быстро смогли организовать себе преимущество в четыре мяча. Благодаря в том числе отличной игре на последнем рубеже Катрин Лунды. А в атаке чаще подруг по команде точно стреляла Виктория Борщенко, в активе которой восемь голов. К перерыву Ростов-Дон вел в два мяча 13-11. Во втором тайме хозяйки ростовчанок догнали, но ненадолго. Наши девушки вернули за дел в несколько мячей и удержали до конца встречи. В итоге наша команда победила 23-20. По итогам трех встреч ростовчанки делят первое место в своей группе с норвежским Биастоном, которому уступили в прошлом туре. Следующий матч в субботу снова с немками, но теперь уже дома. Начало в 17 часов. А на сегодня у меня все. Будьте здоровы, занимайтесь спортом, пока-пока. Лева, с удовольствием передаю слово вам. Спасибо большое, Роман. Надеюсь, в следующем отчете вы приготовите материал о нашей поездке в Сыктывкар. Да, Сыктывкар. Девчонки, разве в этом городе есть хороший клуб? Клуб есть. Но не хороший. Но насколько хороший, я не знаю. Он просто молодой. В Сыктывкаре всегда был баскетбол. Даже в свое время они играли в высшем дивизионе. У нас была сперлига А, я помню, сперлига Б. Это было очень давно. Но в принципе команда баскетбольная женская там была всегда. В какой бы то ни было лиге, но они были. Но мы помним в первом круге, да, приезжала Ника из этого славного города. И вы с ней расправились. По-моему, самые легкие игры были с старта сезона. Ну, мне кажется, в равно нельзя недооценивать игрока. В любом случае нужно готовиться как, я не знаю, как на последний бой. Ну, там, я бы не сказала, что было легко. Было на самом деле довольно-таки тяжело, с тем учетом, что девчонки там и физические, они очень хорошо подготовлены, вот, и, в принципе, и технические. Но там уже в какой-то момент началась борьба характера. И, скажем так, мы оказались посильнее, поопытнее. И тренерские установки были все-таки, наверное, по качеству, не даже назовем это. Если вспомнить первую часть сезона, какие игры больше всего запомнились, оставили некий отпечаток? Вы вспоминаете, как, может быть, эталонные в этом сезоне? Курская «Динамо» — вторая игра, наверное. Когда был шанс, причем очень хороший шанс выиграть, мы вели по ходу игры, но в конце нас чуть-чуть не хватило. Наверное, не хватило опыта немножечко, да, девчонкам молодым нашим, потому что там девчонки, хоть они тоже и молодые, но у них именно игровой практики будет побольше, чем учетом, что я так понимаю, что там привлекают к тренировкам в первой команде, в пример лиге некоторых. И было очень обидно, когда мы проиграли это очко, потому что очень хочется с этой командой, назовем так, забороться, потому что я думаю, что нам по силам, на самом деле, быть в первых строчках чемпионов. Да, мы сейчас идем на втором месте, это здорово. Но, наверное, хочется в большей степени играть тебе, потому что это твоя бывшая команда все-таки, поиграла там достаточно долго. Да, я в Курске прошла хорошую школу баскетбольную и жизненную. И хочется не то, что обыграть, потому что это моя бывшая команда, и кому-то что-то доказать нет. Просто хочется показать хороший баскетбол с хорошей командой и, на самом деле, доказать, наверное, в первую очередь себе, что мы можем и мы хотим, и все будет, на самом деле. Мне кажется, если работать, и если осуществлять те тренерские установки, которые нам даются, будет. Мы уверены в этом? Даш, ты часто показываешь различные комбинации, какие нужно проводить. Если можно, которые, может быть, вы уже не разыгрываете, да? Там, допустим, такая. Что значит? Либо такая. Такая. Да. Комбинация называется рога. Рога. Да. Их теперь моченького. Можно найти как буйвол и на рога кого-то принимать. Да нет. Просто это значит, что два игрока выходят наверх, и поэтому... Ну, рога, на самом деле, это просто ассоциация в расстановке игроков. То есть, получается, один игрок и два по бокам. Но у нас некоторые рога не очень классические. Но мы не будем раскрывать все тайны, потому что вдруг будут нас смотреть. Мы их еще играем. Вдруг, может быть. Да. Но, а какие не играете уже? А такого нет. То есть, все, которые на сезон придумывали, все их разыгрывать стараются, да? Давайте мы в конце сезона к вам придем и все расскажем. Все уже выложим. Да, мы пока что будем нашу тактику оставим на площадке для соперников. Мы будем стараться разгадать здесь фактические схемы, но бывает именно для определенной пятерки комбинации. Тут, скорее всего, играется комбинация не под пятерку, а играется под определенного игрока. Допустим, если комбинация идет на второго или третьего номера, то есть нападающего, то преимущественно это что-то разыгрывается на трехочковый, чтобы был выход свободный, чтобы был свободный бросок. Только если комбинация, если у игрока, допустим, идет у четвертого или у пятого, пошла игра, соответственно, играются комбинации на них. Плюс есть комбинации, которые играются на первых номеров, то есть у нас Даша, в частности Женя Окса, которые могут взять игру на себя и те же самые рога, которые называются такие комбинации одноходовки. То есть они играются буквально за 5-8 секунд до конца атаки. И преимущественно девочки в этих комбинациях берут инициативу на себя. То есть это вот так, да. Занимательно. В ближайших играх в Сыктывкаре должны произойти два уникальных события. Мы надеемся, Дарья Просолупова проведет, разменяет 500 минут за клуб Ростова. А Екатерина Мащенкова, мы надеемся, наберет уже 250 очков. Нифига себе, красотка. Это очень здорово, и мы, конечно же, ждем. Будем надеяться, что у вас все получится, мы в вас верим. Уважаемые друзья, я напоминаю, что сегодня у нас в гостях были прекрасные представительницы баскетбольного клуба Ростов-Дон-Юфу, Екатерина Мащенкова нападающий, Дарья Просолупова, разыгрывающий защитник. Спасибо огромное, что пришли к нам. Отличной поездки желаем и будем желать гостей. Спасибо вам. А на этом все, мы с вами прощаемся, занимайтесь спортом и будьте здоровы.